Фиолетово-оранжевое зарево. Влюбленная пара на холсте. Художница Ольга Мельникова изобразила один из теплых крымских вечеров. На картине она и ее супруг тоже художник Константин Селезнев. История путешествий по полуострову завершилась выставкой «Волшебный край. А чьи от рада». Мы очень рады всех видеть на открытии нашей выставки. 32 картины и более 10 этюдов. Здесь и люди, архитектура и пейзажи. Умение найти в обыденности изюминку, уловить настроение, собрать фактуру. В картине «Подготовка к летнему сезону» Константин Селезнев немного поиграл с иронией. Я реалист, как меня учили в институте. Я очень-очень стою за это. Потому что, опять же, знаете, как в эпоху сегодняшних всяких измов, о реализме зачастую забывают. А это, собственно, если перевести на какую-то схему, это ствол дерева, из которого вырастают ветки, стальные стили. Великолепное владение всеми стилями и техниками. Оба – выпускники института имени Сурикова. Однако у каждого свой неповторимый почерк. Ольга Мельникова на картине «Песочные замки» изобразила детей, немного утомленных солнцем. Я, наверное, не гонюсь за какой-то оригинальностью и поиском своего стиля. Я думаю, что я в своем творчестве могу отличаться тем, что я стараюсь передать свои чувства и эмоции в первую очередь. На создание этюда уходит не более двух часов. А вот картины – это работа не одного дня. Это уже такое тематическое произведение, которое, может быть, и не сразу рождается. Бывает просто или название темы появляется, или какой-то основной образ. И к нему уже потом идет сбор материала, сбор, может быть, фигуры или пейзаж. То есть постепенно составляющие, они как бы собираются под определенный замысел. Эмоционально, ярко и красочно эта выставка – возможность перенестись в Крым и не покидая Денцовский музей, чтобы насладиться красотой знойного полуострова. Многие художники советской эпохи делали работы отдыхающих жителей Советского Союза, которые часто приезжали в Крым. И здесь тоже есть какие-то такие интересные характеры, типажи на Ялтинской набережной. Поэтому, я думаю, выставка будет интересна. Ольга Мельникова и Константин Селезнев – дипломанты Министерства культуры. Их работы можно увидеть не только в российских государственных музеях, но и в частных коллекциях по всему миру. В Одинцовском историко-краеведческом музее они будут представлены до 27 мая.